МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Жители Барнаула предупреждают об опасности падения сосулек и снега с крыш зданий. Мэрия города выявила немало потенциально опасных мест. В ходе выездных проверок чиновники осмотрели больше 650 кровель, на 10 из них выявили нарушения. На крышах скопились большие снежные навесы и образовались сосульки. В итоге нескольким управляющим компаниям были вынесены предписания о срочной очистке кровель. Если это в ближайшее время не произойдет, то обслуживающие организации ждут штрафы не менее 5000 рублей. Сейчас из-за перепада температуры, подчеркивают специалисты, самый опасный период для схода снега. При передвижении по городу барнаутия просят быть предельно внимательными и бдительными. Заметив опасную кровлю, нужно позвонить в управляющую компанию или районную администрацию. Сегодня в центре Барнаула все желающие могли сфотографироваться с Владимиром Лениным. Картонный вождь мирового пролетариата стал центральной фигурой на митинге в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Праздничное мероприятие организовал Алтайский комитет КПРФ. Сначала коммунисты стройным отрядом прошли по центральной аллее города, затем на площади Советов демонстрация плавно перешла в торжественный митинг. О его ходе и наиболее интересных моментах расскажем в вечернем выпуске. Потрудились можно и отдохнуть. Алтайские студенческие отряды подвели итоги третьего трудового семестра. Более тысячи участников собрались во дворце культуры моторостроителей. Подробнее Илья Кочетков. Место встречи поколений, так можно назвать этот слет. Даже те, кто были студентами много лет назад, с удовольствием вспоминают молодость. Алтайское стройотрядовское движение – одно из старейших и, кстати, лучших в стране. На следующий год ему исполнится 55. То, что мы одни из лучших, показало и прошедший сезон. У нас три знамени ребята привезли. Мы везде стали лучшими, либо по командирской, либо по комиссарской деятельности. Лучшие командиры, лучшие комиссары. Огромное количество ребят отработало в Алтайском крае. Высокие заработные платы, живы-здоровы. В этом году, по словам руководства студотрядов, большое развитие получили сервисные отряды. Более 200 ребят, а это 10 отрядов, работали в отелях Ялты, Барнаула, в курортной зоне Белокуриха. Каждый из нас занимал разные должности. Повара, администраторы, аниматоры, бармены, официанты и многие другие. Я работала хостес в ресторане. В штабе студотрядов заверили, это перспективное направление будут развивать и дальше, а на следующий год для него даже появится собственное знамя. Всего в этом году на стройках и других объектах по всей стране трудилось более 3000 бойцов, 50 отрядов. Лучшим признан отряд «Сальвейка» Алтайского медуниверситета. Из педагогических – отряд «Союз». Среди сервисных подразделений первое место занял отряд «Ватерпас АГМУ». Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Сегодня исполняется 70 лет с того дня, как в Барнауле запустили первый городской электротранспорт. 7 ноября 1948 года барнаульский трамвай проехал 25 километров от площади свободы до Нового рынка и обратно. В честь юбилейного события «Горэлектротранс» сегодня повторил первый рейс по тому же маршруту для работников и ветеранов предприятия. Что хранит в себе история столичного электротранспорта, расскажем в нашем вечернем выпуске. Семь литераторов из России, Белоруссии и Азербайджана стали лауреатами Всероссийской литературной премии имени Мамина Сибиряка. Награждение состоялось в рамках конференции Ассоциации писателей Урала Сибири и Поволжья, которая впервые проходит в Барнауле. Всего на масштабный форум в краевую столицу съехались более 40 писателей. Для них конференция – возможность заявить о своих произведениях на всю страну. Социальное поле, на котором работают писатели, оно заметно сузилось. Уменьшается число книжных магазинов, уменьшаются тиражи толстых литературных журналов, сокращается число библиотек. И поэтому современным писателям очень трудно позиционировать себя своим читателем. Претендентов на премию имени Мамина Сибиряка определяли в нескольких номинациях – проза, поэзия, драматургия, публицистика, краеведение, детская литература и критика. Среди семи лучших российских авторов есть и Барнаулец, поэт и писатель Валерий Котеленец. Это очень важно, когда нас любят, когда нас знают, когда нас самоценят. Конечно, это будет большим стимулом для моей дальнейшей работы. С произведениями авторов, обладателей премии имени Мамина Сибиряка могут познакомиться все читатели библиотеки имени Шишкова. Ну а денежные премии писатели потратят на то, чтобы издать очередные свои творения. Татьяна Голубева, Ирина Харитон, Николай Шелконоши. Новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на «Ависол». «Ависол» – современное натуральное средство, способствует бережному очищению печени. «Ависол Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту «Джиэмпи». На большей территории края снежно, в Бийске и Белокурихе до плюс одного, в Рубсовске плюс два, в Барнауле западный умеренный ветер и до одного градуса со знаком «плюс». Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440, полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Продолжение следует...